Экономику развитых стран сотрясают удары жесточайшего кризиса. По масштабам он сравним с Великой депрессией 30-х годов прошлого века. Наша республика, ориентированная на экспорт, также попала под влияние мирового коронакризиса. Есть ли у Приднестровья эффективные рычаги для выхода из этой ситуации? Есть, только наши возможности совсем не такие, как у больших экономик. Мы не можем напечатать деньги как США, уронить курс как Россия или намного снизить налоги, как мечтают все налогоплательщики. Мы не способны влиять на совокупный спрос в экономике, например, через снижение процентной ставки, как это происходит в других странах, реализующих другие денежные стратегии. Вот в этих условиях мы вынуждены задействовать бюджетно-налоговые инструменты. Но опять же, вот это небольшое фискальное пространство, которое у нас есть, оно не позволяет нам предпринять каких-то масштабных действий. Мы можем лишь сократить свои капитальные расходы и высвободившиеся деньги использовать для компенсации выпадающих налоговых доходов. Во время пандемии в Приднестровье разработали антикризисные меры поддержки населения и бизнеса. Во время карантина выплачивали пособия предпринимателям, работодателям предоставили льготные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам во время простоя. Все это лишь частично смягчило удар от надвигающегося кризиса. Так как это сделали в Америке, просто хлынули несколько триллионов долларов вливаний в экономику, мы не можем сделать только потому, что у нас этих денег нет. Получается так? Да. То, что касается таких стран, как Америка, то есть стран, обладающих резервными валютами, то там возможности очень существенные и там активно реализуются антикризисные меры как раз вот по этим двум направлениям, они масштабные. Эти меры оцениваются порядка, где-то даже больше 10% ВВП. Безусловно, у нас таких возможностей нет, потому что это будет вести к неминуемому спросу на потребительском рынке. Не только спросу на потребительском рынке, но и спросу на валюту. Некоторые мировые лидеры, такие как США и страны Евросоюза, спасают экономику, допечатывая доллары и евро, мировые резервные валюты. Однако наш Центробанк против того, чтобы выпускать из бутылки джина инфляции и девальвации. Из-за эмиссии Приднестровский рубль стремительно обесценится, а цены резко поднимутся. Это путь в никуда, считают в Центробанке. Далеко за примерами ходить не надо. Можно вспомнить 2016 год, когда дефицит бюджета финансировался за счет печатного станка. Размер эмиссии составлял около 8% ВВП. Это очень большие денежные средства. И это привело в дальнейшем, вы помните, к глубокому валютному кризису, к дальнейшему ослаблению Приднестровского рубля и росту инфляции. Я напомню, что в 2017 году инфляция выросла до 12%. В Приднестровье трясло от экономических кризисов неоднократно. В ПРП проанализировали опыт прошлых лет. Как правило, кризис у нас сопровождался дефицитом бюджета и дефицитом так называемого счета текущих операций платежного баланса. Это когда валюта из страны уходила намного больше, чем завозилась. Все это приводило к валютному кризису и экономическому спаду. Если посмотреть, например, на период 1997-2001 года, то в результате агрессивной денежной политики у нас тогда цены выросли где-то в 9,5 раза, а девальвация произошла, то есть обменный курс рубля увеличился в 10,6 раза. И сопровождалось это падением экономики на 43% в реальном выражении. Вот какую цену приходится платить за подобную макроэкономическую политику. В ПРБ считают, к вопросу нужно подходить очень аккуратно. В первую очередь жить по средствам, чтобы возникающие дефициты не финансировались у нас за счет печатного станка. Для того, чтобы себе что-то позволить, необходимо иметь какие-то возможности. То есть вот в виде резервов, как, например, Российская Федерация. Она накопила за предыдущие годы существенные резервы, более 10% ВВП. К сожалению, у нас резервов таких нет, и мы вынуждены делать то, о чем я говорил, сокращать свои капитальные расходы и заботиться прежде всего о финансировании социальных обязательств, системы здравоохранения, ну и в том числе поддерживать бизнес. Других инструментов у нас, к сожалению, нет. Теперь остается главный вопрос, насколько быстро мы можем выйти из экономического кризиса, имея довольно ограниченный запас возможностей. Наша экономика ориентирована на экспорт, поэтому ее оздоровление будет в первую очередь зависеть от того, как обстоят дела у стран, с которыми торгуют Приднестровье. Александр Бабак, Михаил Нестеровский и Владимир Погоня. Отражение. Александр Бабак, Михаил Нестеровский и Владимир Погоня.